Самое простое и самое основополагающее из того, что вы можете сделать в своей жизни, всегда быть самой жизнью. Вам не нужно жить каким-то определенным образом, вам просто нужно быть живыми. Все прочее, включая тело и ум, это просто аксессуары к жизни. Аксессуары добавляются для того, чтобы поспособствовать некоторым аспектам, а не для того, чтобы затмевать собой жизнь. Мы добавляем аксессуары, чтобы упростить и улучшить нечто, а не для того, чтобы скрывать это полностью. Не для того, чтобы это заняло всю жизнь, но для того, чтобы улучшить ее. Если вы знаете это и помните об этом каждый момент своей жизни, что всё, чем вы владеете, включая ваше тело и ум, это просто дополнительные аксессуары, которые присутствуют только для того, чтобы улучшить эту жизнь, а не затмевать её, тогда посмотрим, сможете ли вы впасть в депрессию. Вы должны быть в полном соответствии с жизнью. Вот и всё, что вам нужно сделать. То есть, должно быть различие в том, чем вы являетесь и чем не являетесь. И всё, чем вы не являетесь, нужно держать это определённым образом. Конечно, в зависимости от природы этого, если это цветок, мы держим его так, если это кувшин, мы держим его по-другому, если это ручка, мы держим её ещё как-то. Разве вы можете держать всё с одинаковой силой? Нет, это варьируется в зависимости от того, что вы держите. Но какой бы ни была ваша хватка, если вы обратите внимание на то, как вы держите что-то, всегда присутствует возможность ослабить хватку и отпустить это. Допустим, вы схватились за что-то и не можете отпустить. Тогда сами можете представить, к чему это приведёт. Так что просто посмотрите на это. Сколько такого в вашей жизни, за что вы ухватились, и теперь не можете ослабить хватку? Вот и всё, что вам нужно сделать за эти два месяца. Не говорите об этом никому, иначе они набросятся на вас. Подумают, что вы хотите оставить их и уйти, что вы хотите принять саньяс, или начнут придумывать ещё что-то. Нет. Внутри себя. Снаружи ничего делать не нужно. Но посмотрите, как вы это держите внутри себя. И для этого одна простая вещь. Завтра утром вы умрёте. Я очень щедр. Я даю вам 24 часа. Да? Природа жизни такова, что она никогда не может гарантировать вам 24 часа жизни. Но я даю вам 24 часа. Завтра утром вы умрёте. Делайте, что хотите. Но вы ослабите свою хватку. Не так ли? Делайте, что хотите. Но вы ослабите свою хватку. Вы видели в индийских фильмах? Нет? Разве не видели такие фильмы? Ослабил хватку. Всё. Ослабьте хватку для своего тела, ума, мыслей, ваших эмоций. Просто немного ослабьте свою хватку. Если вы ослабите хватку, пока живы, вы расцветёте. Если вы умираете... Если вы умираете... Это произойдёт в любом случае в последней сцене. Так что эти два месяца вы должны использовать с максимальной пользой, чтобы ослабить свою хватку по отношению ко всему. Я крепкий орешек. Я пришёл к этому по-своему. Но сегодня я вижу, что все тренеры для гольфа говорят своим ученикам. И начинающим, и тем, кто уже давно играет, они учат их. Вам нужно держать клюшку свободно. Не сжимайте её сильно. Обычно, если вы хотите что-то ударить, вам хочется взяться покрепче. Но вам нужно держать это свободно. Если вы никогда не катались на велосипеде, то в первый раз, когда вы садитесь, когда вы ослабляете хватку, он едет спокойно. Не так ли? Просто расслабьте хватку, и вы увидите, как легко будет двигаться по жизни. Когда слишком крепко... Вы видели новичка на велосипеде? Так далеко не уедешь. Так что вам нужно ослабить хватку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok